Бумагу. Я помню, мы приезжали, мы еще бумагу делали, мы у вас брали. Я брал в типографиях, поэтому нес сюда. Я нес во все школы, в больницы, даже в прокуратуру, везде. Я имел доступ, а на себе носил. Подписать не на чем было, время было. Я помню, мы у вас съездили с озера, так красиво было. Я был в 9 классе, это получается, в 36-м. Я помню. Вы еще у нас там колодец был, вы начали мить картошку и уронили картошку в колодец наш. Да. Ну да. Я помню, у озера, это, ребенок, допустим, родился, вы окунали в озеро, правильно? Это я не знаю, когда было. Когда вы были, в то время не было. Возвращение раньше было, да, вот. Ну каждый год, нынче 7 июля будет, приезжают люди отовсюду, вот из Германии. А Германия попала, что ли? Что? На Иванку попала, получается, 7 июля? Ну, если на Иванку, так получается. У меня папа родился просто 7 июля, я хочу на дату эту... Потому что... А домик были эти деревянные, мы на них ходили еще раньше. Да, потому что для крещения требуется три момента, чтобы человек был научен, знал, что он принимает. Второе. Погружение должно быть в воду троекратное. И третье бесплатно. Сегодня все это в церкви нарушается подряд. А можно у вас спросить, пожалуйста? Есть такой вопрос? Вы, мужики, пока... Вы сейчас мигом можете, только ни одного слова плохого не говорите. Нет, нет, нет. Слушайте, сейчас, подождите, я скажу. Вы сначала услышите, что я скажу. У нас большой Ютуб. «Во свете Библии» называется. «Во свете Библии» это огромное-огромное, ему равных нету. 15 с половиной тысяч роликов только. Просмотров где-то 36 миллионов. Вот. Вы найдете сайт. На сайте, если тоже «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, только вот это. Но уже через Гугл зайти. Там 38 моих книг, которые вышли из печати томов. И Господь положил мне на сердце подарить библиотеке мира. И мы проехали до Владивостока. Дальше забросили к границе груз. И тогда дошли до Лиссабона. Прошли Прибалтику, Скандинавию, Турцию. Посетили 650 городов и сел. И подарили книги на 35 миллионов рублей. Можно сказать, ну вот такие пацаны, короче, мы вообще нормальные. С деревни, как из-под Степана, мы продвинутые в Барнауле, в Украинском крае. А что бы вы хотели, чтобы мы про вас сказали людям вообще? Я еще могу сказать. На наш сайт пусть заходят. На наш YouTube. Там все сказано. И там через... Говорят про вашу деревню. Мы говорим, что я вот да, был в детстве там. Да, вот. Фермер, долгов. Знаете? Еще. У нас как раз было на празднование. Женя. Я ему вышел, когда сказал, епископ, священникам, я говорю, вот настоящий подвижник, Евгений Долгов. У него 6700 гектаров. Да, да, да. И он вышел и говорил слово. Позавчера у нас был. Вместе с Наташей. А, мы вместе приезжали. Ну, понятно. Ну, мы можем это... Что бы вы хотели, мы просто за молодое движение. А вы... Людям... Вы... Сколько лет жили в Подстепной? Да, сколько. До сих пор. Я вот 34 года, я и живой. Алпатова Ивана звали? Знали? Да, я и живой. А как у него жену звать было? Ну, это у Римана Алпатова, я сейчас не скажу. Я только, я понимаю. А для чего вы спрашиваете? Это у него двоюродная... Моя двоюродная сестра. А, для Ваня Алпатова там. Вот жена Стюра, ее мать и мой отец, родные братья. Правда, что вы? Ну, вот у Римана... А у него, получается, сын... А у него, получается, сын родился один, одного уха нету. А что, нет, наверное, не пропорит. Да как не то? То самое. А Иван Алпатов, он на гармошке играл еще на свадьбах. Любил выпить. Небольшое, небольшой он ростом был. А у меня тут, значит, это... Нет, не правдите. У нас просто Алпатова много в деревне. Ну, Иван... Он на стюре Мельчаковой был женатый. А, нет, тогда это взрослый совсем. Мы тогда этого не знаем уже, человек. Может быть, они уже умерли. А что, живой или нет? Нет, умер. Ну вот. Он пил, пил, и поэтому ему житья-то было обрезано. У нас только еще есть один Иван Алпатов. Мы про него почему-то подумали. Ну, это может его сын. Может его сын. Ну, может и сын. Да, наверное, его, да, да. Ну, это парня-то, который родился. Одного уха нет. Его все знают. Заметно это. А, нет. У нас таких нет. Я не знаю. Я тут... Что сказать? Чтобы заходили на наши ресурсы. И в скайпе можно побеседовать. Мы можем сказать это. Там все. Ну, как живете, можно у вас вопрос такой задать? Вы живете общиной, правильно? Ну, как, деревня. А я в городе нахожусь. А, вы в городе? Я в городе нахожусь. А уезжаю туда, как правило. Я спрошу. Я хотел... Я не ответил. Вы перебиваете. Помните, в прошлом году у вас солярку сливал человек? Что делал? Солярку сливал с КамАЗа. Помните? Ну, это, конечно. Я это видео увидел на Ютубе. Да. Вот. Я почему и спрашиваю. Дима его, да, зовут вроде? Да. Типа Ниндзя или кто? Нин... Ну, он-то, не знаю. Погонял. Да, Ниндзя у него. И что он? Вот. Мне просто интересно, что... Как вы потом с ним разобрались в конце концов? Ну, вы ролик, если видели, что мы молились вместе. Ну, вот я... Да, это я видел. А в конце концов, что потом получилось? Не знаю. Мы не следим. Он осознал, он не осознал это? Никак, откуда я знаю? Это мне не открыто. Потом еще были, еще попались тоже с Кадникова. А еще были? Еще были. А были разъездные? Они не работают, не хотят люди. А потом приезжали, говорят, это серебрихи, двое, трое даже, пьяные. Ну, это у нас все заснято, и люди сразу сказали, кто, фамилия их. А у вас сейчас есть такой общий круг, получается, мы помню раньше приезжали в девятом классе, это было в 2003-2002-2001 год. Мы приезжали в поход, у вас была община, круг такой, раньше костер жгли, и там собирались вас. Так это детский лагерь, это не община. Община – это сама деревня. Я был начальником мной образованного лагеря 45 лет. А тут Роспотребнадзор, надзор, в самом озере 9 ребятишек-то утонуло, в Карелии-то. И президент Путин дал указание со всеми лагерями тут проверку. А у них что проверка? Они прихлапывают, не соответствуют нормам. Амонорма-то написали олигархи, а у нас еще взять, из-под какой, клен какой, где более-более прямой, дальше замазали, шифером покрыли, мы там жили. Но не год, не два, 45 лет. А они начали добить, в суды подавать штрафы, меньше миллиона нету. Миллион-полтора. Ну и они на нас тоже. Ну а в лагерь, я имею в виду, в лагерь, правильно было, люди приезжали. В лагерь встанк, тут такое дело, что они хотели узнать адреса ребятишек, потом нажать на родителей, почему они сюда имена отдали. А у них, допустим, пятеро ребятишек, они у них бесплатно уже шестой год, я содержу их. У других девятый год уже четверо. А родители разве будут, покажите вот такие сведения, ну, подбивали, нас же свидетельство, краевая прокуратура, как мне сказали. И никакого Аспаса не было. Полицейская машина дежурила круглосуточно рядом. Ну и мы сразу тренировки провели, и как только они стали на нас нападать, мы детей вывели оттуда. Ночь снята, гроза идет, и дети в степь бегут ночью. Это вообще боевик настоящий. Детей распределили, и они ничего не могли сделать. Я на следующий день расформировал лагерь, и прекратил он существование. Мы сразу купили несколько домов, и теперь в домах с родителем они туда не могут войти. Приезжает начальник уголовного розыска с Мамонтова. Ну, как лагерь? Ну, лагерь что там, заросшее. Мы из него музей сделали. Называется музей-комплекс для бедных лагерей. Как без помощи государства? Мы тысячи детей подняли. Тысячи! И ни рубля государство не дал, только гнобили и давили. И вот сегодня приходилось подавать в суд, и все суды я выиграл. До одного суда выиграл. Они должны были все это показать по телевидению, опровержение дать. Они даже не двинулись с места. Ну, вот когда лагерь-то убрали, они тут в суд подают, чтобы лагерь был, как сказать, не работал, как карантин как бы. Три месяца. Какой месяц? Три месяца. Они шалели, когда дети-то учатся в школе. Они подают через девять дней, когда лагерь уже все, ликвидирован. И судья ничего им не вырешил. Первый раз они остались ни с чем. Но повторно они не подали. Но я узнал судью и сделал подарки. Книги. У меня 38 томов вышло книг. Книги не считаются. Все может за взятку. Даже фуражку отдам и взятки. А книги не считаются взятки. Тем более я автор, я дарю. Тем более после суда. Никак это не отражается на решениях. Да, вот я вчера приехал только там. Позавчера. Ну да, позавчера. В воскресенье там мы отметили это все. И гости многие остались еще. А я выехал обратно. Мне надо тут готовить продукты, завозить. Тогда уже выезжай. Тогда уже по домам. Лагерь, который, строение, где вы видели. Там музей сделанный. Музей. Показать людям, как можно в бедности интересно, красиво жить. Не проклинать правителей, а молиться. Нас вот отец инвалид, войны в атаку руки не было. Десять детей. Пять мальчишек, пять девчонок. Бедно-бедно жили. Но никогда не слышали, чтобы родители ругали власти. Вообще. И мы жили, и ни одного больного ребенка нет. Вы понимаете, что, допустим, у вас нет власти, да? Вы живете в общине, правильно. Вам эта власть не нужна. Вы живете. Вам дают, допустим, дают Бог, дают власть там маленькая. Власть еще не дает нам. Ничего не дает. Вот деревню 28 лет, ни рубля не вложили. Дороги делаем сами. А там все... Община, допустим, вы получаете. Вы сами делаете община. А что община? Так каждый сам по себе живет. А у меня вы отдаете деньги, правильно? Каждый сам по себе живет. Каждый... Один держит пять коров, у другого один поросенок. И каждый так и живет. Разные все. У нас никакого общика нету. Не община, я имею в виду. Ну, община, это означает, мы единоверцы. Одинаково в церковь заходим, молимся. Друг друга нужду знаем. У кого-то больше, у кого-то меньше. Нет же у вас там, правильно? Или как-то... Ну, кто как. Вот один был здесь, выехали в Грецию. У него сто поросят, а у другого два. Ну... У батюшки сто овечек. А у другого две. А перед Богом все одинаково один тысяч. Ну, трудиться надо, работать. И все будет. Ну, понятно. Мне вот Господь дал строительную специальность. Я прорабом в МВД работал до армии. Отправили в строгорежимный лагерь. Оттуда в армию попал. Отслужил, когда вернулся. У меня специальность, которая помогла мне жить. Я печь и делал 40 лет. А работать нигде не давали. Вышвырнули и все. Нигде. Только вне ведомственная охрана в районе Железнодорожном, где я живу. Никуда. И меня никто не может на работу взять. КГБ. Я вам сейчас что-то хочу перейдить и сказать. Вот мы сейчас тоже живем в Барнауле, да? У нас работы нет. Мы хотим как бы устроиться. Мы умеем то-то, то-то, да. А мы... Где-то возможности, короче. За 10-15 тысяч мы правильно не будем работать, потому что мы, ну, не сможем обеспечить семью. Правильно? И у нас, понимаете, работы нет. Мы к нам приходится, там, мы к нам туда-сюда, вот так вот так. А у нас батюшка выступает и говорит, вот вчера, позавчера он и говорит, вот я утром как вспотел, говорит, так до вечера потный. У нас работа в очередь стоит. Одна за другой работа. А то, что работы нету, это даже смешно было бы. Как? Надо разобраться с огородом. Пасти надо. Пруды, где прорвало, сейчас надо латать. Нанимать бульдозер. Работа как? Говорит, заготавливает дрова, сено. Одна работа за другую. А в России погублено 21 тысяча сел. И 10 на ладан дышат. Говорит, один-два человека остались. И мы первые в стране взяли землю с нуля, начали восстанавливать. С нуля. Лопата одна с собой. Ничего нету. На корову купили. А на корове стали тогда, где какое дерево, волоком тащить. Вообще ничего нет. А сейчас машины, комбайны, трактора. Ниоткуда, никак так проснулся Березовский. Он миллиардер. У нас не было помощи ни из Америки, ни из Израиля. Все работают. Понятно. Ну ладно, до свидания.